Всем привет, дорогие друзья! С вами First One. Продолжаем с того момента, где остановились и играем в пекло. Так, ну что ж, друзья, отлично. Всё пройдено. Осталось пройти только последнюю небольшую незатейливую миссию и открыть наш склад. Тут, собственно говоря, ничего особо ценного я не вижу. Ну и вот, друзья, сдаём все чипы. И я думаю, здесь будет какая-нибудь простенькая миссия. На три медали даже никакой поддержки. Десять топлива. Задача уничтожить всех противников. Рекомендуемые отряды. Один герой. Слушайте, ну я даже не знаю, что это будет. Они меня даже заинтриговали. Ну что ж, друзья, вот мы и на месте. Наша миссия. Что тут у нас? Йоу. По возможности ожидает приближение противника, чтобы атаковать с дальней дистанции. Это не верно. Перегретая плазма. Наносит 3000 урона за одну секунду. Звучит страшно. Но от любого удара взрывается вместе с владельцем. Нанося 1000 урона. Не знаю, не знаю, друзья. Всё это так странно звучит. У них у всех плазма. Я не знаю, они сейчас что, все взрываться будут? Как новогодние ёлки. А у нас, кстати, кроме героя никого нету. Ну, явно надо брать Скарлетт. Она у нас всё-таки дальнобойная девочка. Пускай она взрывается этих... Убивает этих парней, которые сами взрываются. Так, Скарлетт, ты как? А, у Скарлетт пока что IDDQD. Слушайте, я даже не знаю. Надо вот этих всех парней, да, типа, убить до того, как они подошли с Скарлетт и взорвались. А Скарлетт надо спасать то щитом, блин, то мечом. Ну ладно, давайте ещё раз. Вообще миссия, вообще миссия весёлая. Я понял, в чём суть. В этой миссии, короче, надо... Тут даже неважно, Скарлетт, не Скарлетт, на самом деле. Тут хорошо бы какого-нибудь медленного героя, но они, по-моему, все одинаково... Одинаково медленны. Тут, в общем, надо убивать врагов с помощью боекомплекта. Каких-то первых можно не убивать, там, пока у нас IDDQD. Ну а потом тратить свои авиаудары, дроидов и использовать щит нимб, чтобы спасать Скарлетт от этой плазмы. Хотя я даже не знаю, спасёт её щит нимб или нет. Можно там мины где-нибудь поставить заранее, ну, на предполагаемом месте, где нам понадобится поддержка. Так, вот тут у нас бочки. Я не знаю, Скарлетт, у тебя ещё IDDQD имеется? Да ё-моё, кто? Откуда убили мою... Отсюда, что ли? Не знаю, ладно, переиграем. Ну что же, друзья, пробуем ещё раз эту гадкую миссию. Она мне уже надоела, она меня настолько в поджилках сидит, я не знаю, я бы поймал кого-нибудь из разработчиков. И, я не знаю, как бы я над ним издевался, но это было бы жёстко. Это было бы жестоко, примерно... Но я бы, конечно, не смог сделать так же жестоко, как они поступили со мной, вот создав вот эту миссию. И ведь, знаете, друзья, она несложная. Просто её может пройти, по идее, каждый. Нет, она сложная, она неимоверно сложная, но она несложная в плане того, что вам не надо какие-то специальные войска, чтобы её пройти. Вам не нужны прокачанные герои, её может пройти любой, там, я не знаю, любого уровня герой. Единственное, что она, знаете, она такая... Так, что, Скарлетт, убьёшь? Молодец. Молодец, Скарлетт, я в тебя верил, я знал, что ты справишься. Знаете, вот эта снайперша, иногда Скарлетт её убивает, иногда там как-то по-другому она идёт, и снайперша убивает её. В общем, ну, можно, конечно, было бы там авиаударом это дело поправлять, но... Я авиаудар оставлю на другой момент, когда вот здесь появится снайпер, так, здесь Скарлетт тоже. У меня вот иногда бывало, что она их первая стреляла, а иногда нет, вот сейчас первая. То есть щиты я сейчас сделал, ну, так, знаете, для подстраховки, я не знаю, вот иногда... Один раз у меня было такое, что она подошла, а те выстрелили первыми, вот и что сделать в такой ситуации? Так, мина. Мину ставим сюда, она нам тут ещё пригодится, сейчас здесь появится снайпер и вот этот мужик. Вот понимаете, я уже всё это знаю, я эту миссию целую кучу раз проходил, то есть, как бы это сказать. Так, сейчас я вот эту девчонку с гравибомбой, я не знаю, они тут появляются постоянно, их убиваешь, они появляются, может быть, их и убивать не надо, может, они будут появляться здесь до тех пор, пока ты сюда, допустим, не дойдёшь. Такое у них условие. Но я на всякий случай убиваю. И вот что хотел сказать по поводу сложности этой миссии, понимаете, дело даже не в том, что она сложная, то есть, дело в том, что эта миссия, она, знаете, она как какая-то игра, запомнишь, то после чего делать. То есть, ты постоянно попробовал, не получилось. Ладно, пробуем ещё раз. Я не знаю, мне страшно. Хотя Скарлетт, вот видите, первая начала огонь, но на всякий случай я кинул вот этих, как у вас, боевых дроидов. Потому что боюсь, потому что мне, понимаете, страшно, потому что я и раз за разом её прохожу, и хлоп на каком-то моменте, там, где раньше получалось, на этот раз не получается. В общем, вот такие вот дела. Так, ммм, я не знаю. Друзья, если бы я был японецом, я бы, наверное, из-за этой игры, они же часто из-за всяких компьютерных игр, из-за окна выпрыгивают и убивают себя. Они вообще склонны к суициду. Я не знаю, ну так как я русский, у меня просто меня злость берёт, неохота поймать кого-нибудь, ударить ему по голове. Так, погодите, погодите. Почему он проходит? Так никогда не было. Даём ему щит, даём Скарлетт щит, Скарлетт, отбивайся. Вообще всё пошло не так, обычно по-другому, поэтому я здесь авиаудар использую. Обычно она здесь выходит, бьёт первого и все по очереди взрываются. В общем, в этот раз всё вышло не так, как раньше, поэтому... И мы всё потратили. Сейчас же тут отряд появится, а нам как его останавливать? Давайте вот так. Я не знаю, я вообще на эту миссию не жалею ни орбитальных, ничего. Мне вообще ничего не жалко, дайте мне только её пройти, пожалуйста, друзья. Так, вот сейчас две снайперши подорвутся на минах. Вот здесь две мины я тоже поставил, потому что здесь будет снайпер, здесь будет снайпер. Кроме снайпера тут ещё вот ребята подрываются. Ну и слава богу, так им и надо. Так, Скарлетт, ты же стрельнешь первое? Слава тебе, господи. Вот с этими красными, ну знаете, обычно Скарлетт стреляет первым, если они по прямой друг на друга выходят. Но никогда ни в чём нельзя быть уверенным до конца. Вот что меня в этой миссии беспокоит. Вот всякое бывает, поэтому и так страшно. Так, вот мин у меня больше нету. Кстати, если бы у меня было больше мин, мне бы, наверное, где-то было бы проще. Я бы, допустим, сейчас вот поставил здесь мину, потому что я знаю, что там отряды сверху будут появляться. Ну ладно, мы оставим на них авиаудары. А здесь слева тоже будут периодически появляться враги. То есть Скарлетт у нас будет здесь и будет ходить лево-право, лево-право. Справа появились враги, она направо пошла. Слева появился враг, она налево пошла. Вот того, что слева, он будет выходить из-за забора, и Скарлетт его, наверное, будет видеть первым и убивать. Ну, это я сейчас так предполагаю. А вот те, которые здесь будут появляться, их я буду, наверное, убивать с помощью боекомплекта. Да, так я и буду поступать. Скарлетт, первый выстрел твой. Сейчас их там, по-моему, даже трое человек появится. Сейчас подождём, не будем сразу бить. Да, вот он третий. Давайте всю эту святую троицу накрываем. А Скарлетт тут у нас по прямой. Она первая, первая. Блин, нахрена ты? Ну, ё-моё. Извините, ребят, за мой французский. Но вот кто же знал, что эта дурында сейчас решит, что ей прям непременно нужно кинуть гранату, а не просто выстрелить в него и убить. Но вот откуда я мог знать? Так бы я сразу щит включил. Вот она, вот она, ребята. Вся коварность этой миссии. Я её просто ненавижу. Ну, ладно, буду сейчас пробовать ещё, ещё и ещё. Ну, что же, друзья, пробуем ещё раз. Не знаю, какой по счёту. На этот раз я мину поставлю чуть поближе, чтобы пораньше начать. Так, этим ребятам гравибомбу сейчас кинем. Ну, где? Давайте. Вот, молодцы. Собрались в кучу. Вот вам гравибомбы. Так, что ещё хотел сказать? Вот я обычно авиаудар использовал вот на эту девчонку. Но, знаете, я вообще не понимаю. Вот они появляются и появляются, сколько их не убивай. Я сейчас сделаю маленько по-другому. С гравибомбой. Точнее, с авиаударом. Я убью снайпершу, которая появится здесь. Потому что она меня иногда одолевает. Вот у меня непонятно как-то. Иногда Скарлетта её первая бьёт. Иногда она первая бьёт меня. Поэтому авиаудар пойдёт на неё. Потому что я её ненавижу. Она мне не нравится. И у неё некрасивые волосы. Я не знаю. Короче, она ужасная девчонка. Поэтому авиаудар на неё. Сюда пойдёт орбитальный. Я не хочу заморачиваться и думать, кто там кого успеет подрезать, а кто не успеет. Так, сейчас парень может из-за угла выйти. Не знаю, кто будет быстрее Скарлетт или нет. Делайте ваши ставки, друзья. А я, пожалуй, поставлю щит. Скарлетт, потому что всё это было не зря. Скарлетт решила его с ножа зарезать. Молодец, Скарлетт. Только вот зря ты это сделала. Погорела, деточка. Эх, друзья, беда, беда. Ну что же, друзья, ещё одна попытка. На этот раз опять поставлю всё-таки мину на угол. Вообще, я хотел сказать, что я до этого, знаете что, я вот до этого, я, в общем, изначально я проходил всё молча. Но записывал каждую попытку, потому что не знал, какая из них будет удачной. Мало ли, может быть, вот сейчас будет удачная. Надо записывать каждую попытку. Но при этом я ничего не говорил. Подумал, ну потом свой голос наложу поверх. Сейчас я уже, наверное, буду говорить каждую попытку. Знаете, почему? Да потому что я с ума сошёл из-за этой миссии. Поэтому разговариваю сам с собой. Вот такие дела, друзья. Так, одну мину сюда. Сейчас пойдут ребята. Так, Скарлетт, будешь первый? Мы будем думать, что ты будешь первый. Да, она убила эту снайпершу. Всё-таки иногда бывает наоборот. Тут вот странно, ребята появляются и никуда не идут. Вот, отлично. Ой, совсем забыли про эту толпу. Сейчас мы их с орбиталки накроем. Бам! Бам! Вот, наконец-то. Только вот эту снайпершу почему не задело? Да, задело. Слава тебе, Господи. Так, дальше что у нас, друзья? Дальше у нас сейчас вот здесь будут появляться враги. Но это мы оставим на потом. А пока что минно расставим в те места, где у нас будут ещё появляться вражеские снайперы. Одна будет здесь, одна будет здесь. Они пойдут отсюда сюда. Отсюда сюда. Одна будет здесь появляться, одна будет здесь появляться. Больше я ничего не знаю, потому что дальше я не проходил. Мне постоянно где-то не везёт. Постоянно, постоянно где-то не везёт. Мне вообще постоянно не везёт. Не знаю, самый невезучий человек на свете Вот этих снайперш, я не знаю, их надо убивать или нет Я их сколько не убиваю, но я уже повторяюсь, конечно Но я уже, знаете, вообще привык повторяться В этой игре вообще все повторяется Так, давай, Скарли, ты будешь первая, да? Все в порядке, тебе щит не нужен У тебя все вообще хорошо Так, еще одна мина здесь И одну сюда надо будет потом поставить Но на этом у меня мина и закончится Ну давайте вот так сделаем Я не знаю, появится еще один снайпер или нет Кстати, смотрите, там рядом тоже что-то загорелось Так, сейчас вот тут опасное место Хотя обычно Скарлетт первая бьет Да, вот, все нормально Иногда все идет нормально, иногда все идет ненормально И вот там, где все ненормально, там надо страховать щитами ним А так, ну в целом, вы же уже Когда 200 раз эту миссию пройдете Так же, как и я Но я не знаю, сколько, может не 200, конечно, но Очень много раз То вы уже знаете Нормально у вас дела идут Или не очень Вы уже это чувствуете Пятой точкой своего тела Так, вот этих ребят я тоже накрою авиаударом Мне не нравятся они Так, блин, вот еще одна снайперша Кто тебя сюда звал? Так, с этим Скарлетт должна справиться На всякий случай держим щит А случаи бывают всякие, да Бывают случаи, вот как в прошлый раз Когда она гранату стала использовать Вместо того, чтобы бить И что вы мне прикажете в таких случаях делать? И наверняка он еще один такой будет И знаете, никакой скорости реакции не хватит Чтобы использовать щит раньше, чем Ну, я не знаю, видишь, Скарлетт метает гранату Вместо того, чтобы стрелить из пистолета Использую щит, наверное, как-то так Так, ну что ж, сейчас у нас Минута передышки Минута, чтобы перевести дух Успокоиться, собраться с мыслями Вот отсюда будут появляться враги И отсюда, и будут брать нас в кольцо Но мы, конечно же, от всех отобьемся Черт побери, я уверен, мы от всех отобьемся Мы просто обязаны Ну и, конечно, под конец там разработчики Наверное, что-нибудь еще коварное Сделают Когда будут враги прямо уже перед тобой появляться Я не знаю Так, этого мы одолеем Этот сейчас пойдет-пойдет И потом их станет трое Так, держим щит На случай гранаты Так, гранаты не произошло Слава тебе, Господи, Скарлетт Какая ты у меня умничка Что не стала использовать гранаты Так, вас накрываем, друзья Авиудар в откате Что, пистолета или граната? Пистолета Молодец, Скарлетт Так, вот поторопился Пистолет или гранаты? Пистолет Мне кажется, следующее будет граната У нее же какая-то очередность идет Блин, а я боялся Я, короче, щит все равно врубил Ну ладно А может и не ладно Я не знаю Мне страшно Вот он сейчас парень Скарлетт Беги быстрее до забора А то он первый будет тебя бить Как только ты вылезешь из-за угла Граната Ё-моё Ё-моё, друзья Она использовала гранату Черт его, Скарлетт Надо было бы орать, может быть, кого-то другого Мне кажется, Эрик только стреляет У него нет у меня никаких скиллов таких Он бы, наверное, только и стрелял Может быть, он бы лучше мне подошел Ай Да-да-да-да-дай А все, знаете Что меня еще подвело Мне вот надо было сейчас щит врубать Когда она к углу подошла Но я из-за боязни использовал щит вот здесь Когда мы дрались с вот этим парнем Вот такие дела Ладно, буду пробовать снова Ну что же, друзья Вот наша очередная попытка Вообще, хотел бы сказать Что попыток было, ну, я не знаю Просто неимоверное количество Я целую кучу раз эту миссию переигрывал Я уже не знаю, сколько раз я ее повторял И знаете, вот иногда проходил довольно-таки далеко Иногда хлоп И даже, знаете, даже Я не знаю, вот Самое странное Вот, казалось бы, все должно быть одинаково Да, это же Компьютерная игра, управляемая компьютером Там Пройти из точки А в точку Б Найти ближайшую цель и так далее Но даже на самом старте У Скарлетт бывает по-разному, да Даже случались случаи Когда она против вот этих четырех парней Не могла справиться Хотя, ну, обычно она всегда с ними справляется Под IDD, QD Я туда никак не вмешиваюсь Но вот иногда бывает Она и там не справляется Так что, знаете, все странно Я даже не понимаю От чего вот этот рандом зависит И почему иногда все складывается Маленько иначе При том, что ты делаешь то же самое Или ничего не делаешь Но Все равно как-то, вот знаете Все по-разному Вот эти вот войска Которые сейчас взорвались Да, их вот Я использовал так орбитально Чуть-чуть погодя Чтобы взорвались сразу все Что касается наших мин Вот мы же купили Мины для этого ивента, да И самое интересное Заключается, наверное, в том, друзья Что Потратил-то я уже практически всем У меня осталось всего пять И я бы даже Будь у меня такая возможность Потратил больше мин на эту миссию Вот здесь я маленько Неправильно себя повел Но Кажется, обошлось Снайперша нас не убила Обычно я тут Авиаударом накрывал Снайпершу С этим солдатом И они потом тоже Все взрывались Вот эта снайперша Которую мы сейчас убили Ну, я там раньше говорил Что не знаю Сколько раз она появляется Не, на самом деле Она там появляется Несколько раз Я уже не помню точно Четыре что ли раза Но если ты ее убьешь Все четыре раза То ее больше там уже не будет Поэтому надо Периодически Боекомплект на нее тратить Так, что еще сказать Ну, вот с этими красными Обычно легко справляешься Потом Скарлетт отправляется На правую сторону Я не знаю Я уже много раз прошел Поэтому Для меня все это уже Знаете, как день сурка Какой-то Я уже могу, наверное И советы какие-то давать Хотя Не во всем Но в целом Вот смотрите Я выставил все свои мины На поле боя Ну, я бы еще Вот там вот видите Снизу фиолетовая стенка Я бы вдоль нее С другой стороны Поставил бы мину Там тоже снайпер появляется Вот у той полочки Поставил бы Ну, не важно В общем, я знаю уже места Где появляются Другие снайперы Я бы еще туда мин Понасталил И вообще Б мог эту миссию пройти Знаете У меня бы только Скарлетт шла бы А там бы появлялись враги И подрывались бы На всех минах Ну, да ладно Будем проходить Своими силами Даже вот этих снайперов Которые сейчас идут Их же ведь не обязательно Было на минах подрывать Я бы мог Их каким-нибудь Авиаударом Снести Или вот там Орбитальным Но минами Конечно проще Даже заморачиваться Не надо Выложил мины Заранее И идешь спокойно Так Тут у нас, друзья Небольшой момент Затишья Где никого нету Ну, потому что Мы всех на минах Подорвали Поэтому это мы Маленько ускорим Давай Скарлетт Шагу-шагу Прибавь Топ-топ Ну, все Теперь опять Замедляемся И смотрим Так Здесь я не знаю Ну, я боюсь Если она гранату кинет То надо спасать щитом Нет Скарлетт молодец Скарлетт бьет со стволов Так Там у нас троица Ну, можно сейчас Сразу троицу остановить Допустим Гравибомбой Только сначала Скарлетт Подстрахуем Скарлетт Молодец Так Их уже четверо По идее Там можно даже Знаете Даже большую толпу собрать Вон уже пятеро И всех сразу Накрыть орбитально Ну, может быть Не всех сразу Там уж Как повезет Сейчас посмотрим Давайте Еще кто-нибудь Присоединится К этой толпе Еще один Так А еще кто-нибудь будет Так Страхуем Скарлетт Щит-щит Отлично Блин Они у меня Что-то разбежались Как попало Ребята Блин Ребята Вы зачем Налево пошли Мы же сейчас Черт побери Сейчас их трудно Будет из-за угла Так Ну давайте Авиудар Так Они там еще Подрываются Блин Зря авиудар Потратил Он бы все равно Взорвался Так Ладно Щит Щит спасает Скарлетт Этому оглушающую Того успеешь? Успела Молодец Я уже Был на готове С грейбомбы Если что Тебя спасает Наша Скарлетт Наша девочка Какая же ты молодец Но до сюда я уже доходил Сейчас мы пойдем Вот в эти гаражи Там у нас появится Один боец А слева Появится Две снайперши Одна у полочки И одна там Вдоль нижней стены Так Одна здесь Вот здесь Наверху Этого парня тоже Останавливаем А то он нас может Тут прибить И вот ту снайпершу Тоже надо быстро убить А то она нас встретит Когда Скарлетт Будет выходить Так С этими красными Я уже не знаю Справится она или нет Так Блин Она гранату тратит А я от страха У меня кроме аптечки Ничего нету Вот аптечку использовал Вообще Аптечка в этой миссии Но она вообще Ничем вам не поможет Хотя нет Она может один раз помочь Если вы знаете Если вы щит включили Ну где-нибудь На середине И вас там чуть-чуть Успело поджарить Но не убить С какой-нибудь кислоты Но в целом Аптечка в этой миссии Бесполезный артефакт Она тут Ничем не помогает Так ладно Идем дальше У нас тут везде красные Но с красными Вроде Скарлетт Должна справляться Да Если что Мы тебя готовы Страхануть Ох ты Снайпер Вот этого снайпера Убиваем Запомните Где он появился Если у вас мин достаточно Вы можете поставить там Мину И вам будет проще Я уже знаете Ребята Я уже не знаю Чего мне ждать Я просто боюсь Поэтому я готов Использовать орбитальные удары На кого угодно Я не знаю Если таракан сейчас Вылезет Это с какого нибудь угла Я на него тоже бы Орбитальный удар кинул Я реально просто в панике Особенно когда я уже Так близок К победе Я не знаю Я готов все что угодно Куда Я не знаю Я до сюда ни разу не доходил Поэтому я не знаю Кто откуда появится Поэтому знаете Я как Как будто я в какой-то Дум 3 играю Вы знаете Когда бегаешь А изо всех углов Появляются враги Ты не знаешь То ли тебе сейчас В спину зайдут То ли еще куда-то По идее Вот с этими красными Можно Ну Можно справляться Без боекомплекта Но Я даже пробовать не хочу С другой стороны Я сейчас ставлю себя В опасное положение Я могу сейчас Слить весь боекомплект Туда куда не надо А когда он мне Действительно понадобится Не справится Так вот Сейчас опасный момент Они нас там поджидают Так Пора наверное Давать щит Ну Справились бы без щита Они не выстрелили Но все равно Знаете Перестраховаться Лучше иногда Перестраховаться Чем недостраховаться Да Ну я не знаю Как-то так Ну в общем Лучше перебдеть Так 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 Скарлицу Сюда идет Но видать Там кто-то у нас И появится А может там уже Кто-то есть Ну нет Я никого не вижу Просто Скарлик туда идет Я не знаю Может с орбитального Сразу Так Давайте Маленько сюда Камеру продвинули Чтобы быть готовым Ко всему Что никого нет Ага Вот кто-то пошел На тебе орбитальный Страшный Грозный Человек-одиночка Так Там больше наверху Никто не появится Прямо Так Там кто-то Взрывается И слава богу Так Скарлик Блин Он где-то там Встал за забором Я его даже не вижу Вон он тоже Остановился Мне страшно Когда они Останавливаются Потому что Знаете Когда они стоят Ну Они могут Иногда так Встать Что Скарлик В них не попадет Так Щит включаем Блин Слава богу Этот щит Нас спас Вы видели По нам уже стреляли А вон там внизу Враги встали И я не знаю Как их остановить Скарлик Я не знаю Может адреналин Тебе поможет Подбежать к ним Побыстрее Фух Граната Граната нас спасает Друзья Блин Мы все-таки победили Я даже в это не верю Слава тебе Господи Наконец-то Вот действительно Я испытываю Глубокое чувство Удовлетворения И даже Даже не знаю Даже какое-то Чувство единения Со вселенной И Господом И Слава богу Что все это закончилось И больше не повторится Получаем IDDQD Еще 5 элитных Стражей Кентроса 5 орбитальных Ну что ж Шикарно И 5 Дроидов Да Ну Что ж Друзья Я доволен Давайте вообще Посмотрим Так Здесь у нас Никаких дополнительных Нету Ну вот все Ивент пройден В арсенале В арсенале Ничего интересного Наш не ждет Есть элитный Страж Кентроса Но мы их и так Сейчас наполучали Да у нас их еще И было прилично И в ходе ивента Я их По-моему Не особо Что бы использовал Так давайте Вообще посмотрим Сколько их у нас Так Они ударники Или тяжи Что-то я не помню Так Нет 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 А Так Здесь нету Значит они тяжелые Так Вот они Да у нас их Аж целых 32 штуки Ну не знаю Я думаю мне хватит Покупать новых Не вижу смысла В общем ребят Я безумно доволен Что этот ивент закончился И действительно Получаешь Такой Заряд Позитива И радости Когда ты проходишь То На чем Очень долго Старался То что далось тебе С трудом Да это не какие-нибудь Там легкие квесты Пройти и Даже и не заметить На этом я и попрощаюсь С вами был Один из ста один До новых встреч Друзья